Денис Лопатьев, тренер сборной России. Ну, во-первых, с победой. Расскажи, пожалуйста, как проходил этот поединок. Спасибо. Победа была не то, чтобы сказать, тяжелая, но и непростая. Очень тяжело втягивались в игру, не удавалось долго забить. Ребята чуть-чуть начали нервничать, плюс совсем необычные тут мячи, которые не дают возможность плотно ударить. Поэтому чуть-чуть ребята начали нервничать, но спешка была небольшая. В определенный момент, к счастью, капитан взял на себя, ударил, забил гол. Очень рад за Руслана. Всех интересует состояние здоровья Александра Куксова. В первой же своей смене получил он повреждения и больше на поле не появлялся. Какие-то комментарии? Ну, пока определенного ничего нет. Будем надеяться, доктор его поставит на ноги. То есть больше ничего пока, к сожалению, сказать не могу. Тренерский штаб внесли какие-то коррективы в игру нашей команды в перерыве? Конечно. Попросили больше держать мяч, разыгрывать доверного, успокоиться. И сказали, что забьем. В принципе, так и получилось. Жаль только, что пропустили. Совсем не обязательный гол. Вот такое расписание группового этапа, когда игры следуют через день, это как повлияет на нашу команду? Ну, надеюсь, что не повлияет. Потому что мы прекрасно знали расписание ИДО. При приезда сюда строили планы. Ну, надеюсь, что наши планы сработают, что мы выступим достойно на этом турнире. Ну, несколько слов для наших болельщиков. Может быть, на чем стоит акцентировать внимание в этом футболе 6 на 6? Какие-то тонкости, нюансы? Ну, самая главная задача болельщиков – болеть. Ну, а мы уже будем эти нюансы, тонкости стараться доносить до футболистов и исполнять их в жизни. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.